Добрый день, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Вы видите, у меня на столе куча коробок. Понятно, что я что-то ищу. Эти коробки это еще с того времени, когда я занимался натюрмортами, когда я делал все в таком брустикальном стиле. И после того, как я это прекратил делать, жена говорит, да что они у тебя валяются, выбрось ты их. Ну, естественно, заставить меня выбросить что-либо сложно, но дело в том, что сегодня мне понадобился... И так это лежало, скажем так, с 2008 года, наверное, последний натюрморт я делал. Да. И вот оно лежало в этих коробках, которые я сейчас достал, и мне нужен нож. Мне нужен старый нож. Я, к сожалению, помню, вроде бы, как, что я... У меня было два шикарных ножа. Один от Золинген, а второй английский для поставщик королевского двора. Вот эти два. Для королевского двора я точно, помню, продал. 99 евро я за него взял. Купил за одно. А вот этот Золинген может еще где-то в этих запасах лежать. И поэтому я сейчас поищу, а потом вам уже покажу тут результат своих поисков. Ну, и заодно, что у меня тут есть. Хорошо? Так, среди деревяшек я ножа не обнаружил, но зато нашел пару очень интересных вещей. Вот эта вот соломка, я и забыл, что она у меня такая есть. Так, потом еще у меня одна перечница есть. Такая красиво показывает еще одна соломка. Потом какие-то деревяшечки тут. Очень интересная японская рыбка. Вот она, фляжка деревянная. Тут куча разных картинок. И даже вот рога нашел на деревянной плашечке. Потом корзиночки с разными подкладочками, что может вполне пригодиться. Вот эта очень интересная штука такая. В ней раскладывать, не знаю, какие-нибудь овощи, фрукты можно. И интересно, также я нашел вот такая чашечка в виде груши. Такая очень она уже винтажно-рустикальная. И вот это замечательно. Причем, понимаете, это не пластмасса. Это все настоящее дерево. Сейчас я докажу это дело. Вот оно, посмотрите. И когда-то я его купил за 50 центов всего. Ну, а это ручная работа, как можете заметить. Сейчас, конечно, оно стоит подороже. Потом у меня есть для пива различные подставки в виде вот таких лёвиков. Потом есть подставка в виде часов. Какие-то вот это. Я вообще не знаю, что такое, честно говоря. Это надо узнать, что это. На всякий случай прикупил, но не знал, что это такое. И есть у меня вот такая винная бочонок. Он немножко подроссохся. Надо его починить. Песочные часы, но это более современная такая вещь. И там какой-то голубь. Не знаю, нужен он мне голубь или не нужен. И главное, что корзинки есть. Вот, корзинки это дело хорошее. В них всегда можно что-то складывать. Вот и такая вот корзинка. Ну что ж, для рустикальных вещей деревянных у меня достаточно. Мне кажется, тут даже вот есть такая большая, такая для фруктов я использовал на термортах. И музыкальная шкатулочка. Слойники. Два штуки. Тоже могут когда-нибудь, наверное, пригодиться. Я ими тоже с ними работал. Вот такое. Теперь можно укладывать спокойно в коробку обратно. Ножа здесь нет. И я знаю, что теперь у меня тут есть, что осталось. Так вот, мое железо. К сожалению, ножа среди них нет. Есть такая интересная старая лампа. Разные кувшины. Тут вот набор чайный. Такой интересный. Подсвечники. Даже какая-то вот нашлась солонка такая старая. Тоже не помню ее. Этого помню. Это я делал. Так. Хороший подсвечник. Чуть ли не как лампа Аладдина. Весы. Старый утюжок маленький. Потом здесь тарелки. Подносы, разносы. Так. Это что? А, это очень интересная штука. Это для свечей. Тоже очень старая. Свечи тушить. Так. И такой абсолютно брутальный есть подсвечник. Железный. Вон какой. Так. О, еще бокальчик остался. Я думал, я его продал. Нет. Остался жив. Так. Какая-то интересная вазочка. И вот австрийский колокольчик вешают на шею козом. Для коров там побольше. Так. Ну, вот. Такое еще хозяйство осталось. А, ложечка. Смотрите, какая. Чудная ложечка. Не знаю, для кофе или для сахара, но абсолютно чудная ложечка. Так. Ну, это я уже показывал. Так. Вот интересная штука. Тоже такая в виде. По-моему, это пепельница. Есть такая вот пепельница тоже. Так. Ну, вот, пожалуй, все. И вот представьте, у меня было цинковых изделий. Различных там кубков, стаканов, ваз. Ну, скажем так, раза в три больше. Я продал ее на килограммы. Так. Жалко было. 27 килограмм я продал. А это вот никто не хотел. Осталось. Ну, и хорошо. Да, интересно, конечно, копаться. Некоторые назовут это хламом. Я назову это сокровищами. Аж слезу пробило. 8 лет я их не доставал. Ну, вот пришло время. Кстати, интересные вещи еще нашел. Здесь векселя и акции американских каких-то. А-а-а-а-а-а. Склилось, что ли? Да, склилось. Ну, не страшно. Тут такие вот. Очень. Ну, не знаю. Навряд ли я их смогу использовать, потому что тут начнут сразу права. Тут уж точно, наверное, начнут. И что удалось еще найти? Абсолютно новые, абсолютно новенькие. А ну-ка скажите мне, что это такое? Ну, да. Еще не совсем забылось. Это дискета для компьютеров. У меня был 286-й компьютер. И вот сохранились такие штуки. Абсолютно новые. Даже ни одной царапинки. Я думаю, что сейчас на ней может быть какую-то маленькую цену. Абсолютно все же имеют. Ну, мне они нужны были для своих идей каких-то. Жалко. Жалко. Я говорю, что цинк я теперь уже не верну. Цинк. Какая там была красота, это не передать. И пришлось влом отдать. Потому что одиночки не покупали. Ну, хорошо. Ладно, хватит страдать. В общем так. Выяснилось, что Такого ножа так и нет. Что делать? Придется, как всегда, взять в руки инструмент и сделать такой ножик. Пошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова